здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачком это видео будет интересно всем любителям приготовить овсяную кашу на молоке с какао особенно если вы не очень здоровый или хотите заниматься активной профилактикой более десяти болезней которые так или иначе связаны с ошибками в приготовлении этого очень вкусного блюда может быть и в с д и вздутие живота метеоризм выпадение волос ухудшение состояния кожи и ногтей может обостряться цистит простатит появится солевой диатез артроз суставах остеопороз а все это связано как минимум онкология в перспективе может проявиться если вы не знаете как приготовить правильно по методу диетолога скачком в этом видео в эту информацию последовательно узнаете и сможете сравнить свой способ приготовить овсяную кашу на молоке с какао и рекомендации диетолога скачком и так с чего я бы советовал вам начинать а нужно знать как выбрать овсяную крупу в магазине либо супермаркете либо на рынке правильно я вам советую использовать только крупу которая была в герметической воздухонепроницаемой упаковке и срок годности соответствует иную крупу не советую очень сложно там сложнее сделать здоровую овсяную кашу на молоке с какао более подробное видео если вам нужны детали не вопрос в конце этого видео я дам ссылку и вы сможете ту информацию получить в полном объеме пока сказал вам какую нужно это был первый полезный совет диетолога далее из выбранной вами крупы если вы не уверены в ее происхождении иными словами не могли контролировать овсяную крупу от поля до вашей кухни и начала приготовления овсяны овсянки на молоке то я бы советовал вам промыть овсяную крупу под струей холодной проточной воды несколько минут чтобы избавиться от тех сюрпризов которые могли находиться рядышком вам ведь нужна овсяная каша заваренная а не то что с ней могло быть поэтому вот такой простой совет поможет вам избавиться от некоторых сюрпризов которые могли быть связи с приготовлением овсянки третий полезный совет диетолога очень важный особенно для тех у кого есть вздутие живота либо метеоризм периодически ухудшается состояние кожи выпадают волосы худшем состоянии находятся ногти вас появляется в sd или ветосуистодистония особенно опасная по гипотоническому типу хотя может быть и по гипертоническому типу и обычно называют гипертония а эту первую гипотония давление может быть и нормальным но страдать может сердце обычно называют по кардиальному типу когда густая кровь связана с тем что овсяная крупа полноценно у вас не переварилась густая кровь вашему сердцу просто тяжело перекачивать густую сметану ему проще бы разведенное магазинное молоко перекачивать вязкость крови определяет нагрузку на сердечную мышцу если овсянку вы приготовили неверно то вязкость крови будет чрезмерно так вот третий полезный совет диетолога в этом видео овсяную крупу нужно обязательно замочить в воде выберете любую посуду поместили туда овсяную крупу залили водой чтобы чуть покрыть овсяную крупу и оставляете до того момента пока вся вода впитается в овсяную крупу она увеличилась в объеме в этом случае овсяная крупа легче будет перевариваться вздутие живота у вас постепенно уменьшится метеоризм исчезнет неприятный запах изо рта либо от тела тоже куда-то улетучиться потому что крупа теперь будет полноценно перевариться вами они патогены микрофлоры кишечника с развитием дисбактериоза кто считает есть дисбактериоз кто считает что там есть дисбиоз в любом случае там бактерии есть и вздутие живота показывает сколько пищи сколько ваши овсянки съели они они вы полезные вещества из овсянки достались него а им вы их накормили и с этого периода времени вы рискуете своей жизнью ограничивается подвижность диафрагмы нагрузка на сердечную мышцу более того вы сокращаете активно продолжительность своей жизни вздутие живота раскормленные бактерии в кишечнике они съедают полезные вещества и тут все понятно на треть сокращается продолжительность вашей жизни в принципе если вы готовите овсянку этот элемент этот этап приготовления овсянки вы его проигнорировали другие эксперты возможно не делают на этом акцент я делал этом жесткий акцент потому что вы рискуете жизнью сейчас вздутие живота опасно для вашей жизни сейчас может быть острая сердечная недостаточность мужчин либо острая сосудистая недостаточность у женщин и в перспективе треть жизни вы уже потеряли если не изменили способ вовремя более того на крахмале который в этом случае переваривается с трудом если вы этот этап пропустили развивается кандида одна из более 20 теорий развития рака как раз связано с грибковыми инфекциями они описаны в моей книге рак профилактика ранняя диагностика там есть и другие факторы риска которые нужно учитывать чтобы диагноз рак вам был незнаком и я понимаю что пессимисты напишут боже как легко заболеть раком оптимисты напишут комментариях я не заболею раками я теперь буду готовить овсянку правильно и эта причина для развития злокачественных опухолей вам уже угрожать не будет но это конечно перспектива ее сложно пощупать сейчас вы понимаете в чем суть непереваренная овсянка естественно развивается кто угодно грибковой инфекцией в первую очередь и риск для вашего здоровья появляется как ближайший так и в отдаленной перспективе поэтому всегда перед тем как готовить овсяную крупу далее нужно ее замочить в холодной воде чтобы овсянка хорошо впитала влагу что делать дальше дальше по методу диетолога скачков пока у вас овсяная крупа настаивается и впитывает воду вы выбрали молоко поставили его на огонь при нагревании добавляете какао и при закипании у вас приготовилась какао с молоком это очень важный элемент если вы делаете именно так щавелевая кислота из какао она связывается с кальцием молока нерастворимые оксалаты кальция проходят транзитом по кишечнику и вы никаких дополнительных событий диагнозов не знаете если же вы приготовите как делают и советуют некоторые эксперты берете молоко нагреваете молоко добавляете овсяную крупу и в конце приготовления добавляете туда какао вас возникает некоторая сложность слизь из овсянки может нарушить контакт кальция молока с щавелевой кислотой иными словами оксалаты кальция у вас кишечнике не образуются щавелевая киста попадает кровь на ходе там кальция и магний связывает их в нерастворимые оксалаты кальция и плохо растворимые в воде оксалаты магний что в кровеносной системе одно и то же и они удаляются через почки у вас снижается уровень кальция и магния в крови и если вы таким способом готовите овсяную кашу на молоке с какао к вам подойти будет очень сложно эмоциональная активность будет чрезмерная агрессивность тоже вам сложно будет сдерживать свои эмоции просто потому что уровень кальция и магний у вас крови снижен конечно большей степени тут влияет магний ну а кальций вам будет сложнее эмоции плещут активно двигать руками нельзя потери кальция это остеопороз костной ткани который не заметил сразу или артроз суставов проблемы с суставами которые могут более в суставах вам немножко осложнить вашу жизнь с вами у вас появляется целая группа болезней включая остеохондроз позвоночника легче образуется если вы здесь шарите неправильная последовательность использовали более того оксалаты кальция и магния дойдя до почек могут остаться здесь на некоторое время вас появился диагноз солевой диатез при продолжении правильного способа приготовить овсянку у вас соль и укропняется появляется мочекаменная болезнь следом пила нефрит и почечная недостаточность с необходимостью раскошелиться примерно на 150 тысяч долларов должен пересадить одну бывшую употреблению почку ну от более удачливого в отношении содержания почек донора не самая простая ситуация чтобы экономить такие деньги вам нужно вернуться к правильному приготовлению овсяной кашей на молоке с какао если оксалаты кальция и магния периодически выделяются с мочой то у женщин обостряется цистит уритрит у мужчин дополнительным бонусом еще и простатит если не дай бог вы здесь назначите антибиотики то чту память о вашей микрофлоре кишечника ну и возможно вы мочеполовой системе тоже появятся не самые интересные субъекты которые вторым или третьим курсом антибиотиков уже не достать так просто нужно работать с вашей иммунной системой чтобы вывести произведенных вами там микроорганизм вы их сами провели селекцию а в первоисточнике у вас было просто неправильное употребление этого продукта приготовление каши смол на молоке с какао они половая инфекция вы не шалили нигде не дай бог вам так ошибиться в отпуске либо в командировке и вернуться домой с обострением цистита либо простатита на вас будут косо смотреть а вы просто немножко в диетологии не разбирались и неправильно готовили вот это простое казалось бы вкусное и полезное для здоровья блюда перспективе нужно учесть вот эти нюансы что еще может быть ну понятно проблемы с опорно-двигательным аппаратом они будут нарастать и заболевание сердечно-сосудистой системы у вас еще раньше атеростероз сосудов гипертоническая болезнь все это может быть но я бы советовал вам по-иному овсянка у вас настоялась воде нагрели молоко добавили какао первый раз молоко закипела после этого вы добавляете уже овсянку подготовленную в воде доводите второй раз до кипения и при остывании у вас получается прекрасная овсяная каша на молоке с какао полезная для вашего здоровья и безопасная для вашей жизни опасности в этом видео я вам рассказал они могут быть как в ближайшей так и в отдаленной перспективе и не зависят от возраста и ребенок рискует обострением в с д и взрослый если вы приготовили овсяную кашу на молоке неверно эти моменты эти нюансы я бы советовал вам учесть конечно если у вас сдутие живота уменьшилась но не исчезла полностью нужно ревизия вашего образа жизни возможно и другие продукты питания и блюда напитки вы готовите неверно но у вас есть выход на моем кулинарном канале диетолог от скачков несколько сотен видео которые так или иначе относятся к правильному приготовлению различных блюд напитков и вы можете расширить свой рацион конечно очень хорошо если вы теперь будете готовить овсяную кашу на молоке с какао правильно хоть одно блюдо у вас уже готовится правильно с точки зрения лечебной диетологии лечебной кулинарии некоторые другие блюда и напитки вы тоже можете найти на моем канале набирайте поисковике кулинарный канал диетолога скачков и вам легко будет это сделать если вы подписчик моего канала вам эти видео новые видео будут попадать в почту и вы одним из первых будете их просматривать чтобы использовать для своего здоровья самая большая ценность то ваше здоровье от этого зависит качество и продолжительность вашей жизни поэтому не рискуйте жизнью понапрасну питайтесь правильно вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычный подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете как приготовить как изменить свой способ приготовить овсяную кашу на молоке с какао на более правильный можете поставить на это видео лайк можете сделать репост возможно ваши друзья знакомые родственники тоже не все знают как готовить овсянку полезную безопасную для здоровья и жизни сделайте им такую сюрприз пусть они тоже живут лучше и дольше до новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктор скачкой это youtube а также школа доктор скачкой в instagram